Проведение внеочередных выборов президента страны Самая обсуждаемая тема в Казахстане Провести выборы раньше срока значит обеспечить в стране стабильность И внести ясность в дальнейшее развитие страны Так считает известный не только в Североказахстанской области Но и за пределами врач депутат областного маслехата Юрий Белонок Та стабильность, которую наша страна достигла десятилетиями Под руководством нашего первого президента Елбасы Нурсултана Бешевича Назарбаева Позволяет нам определенное время еще по инерции сохранять вот эти достижения Но сколько мы будем сохранять никто не знает Поэтому чем быстрее провести конституционные выборы Правильно и выбрать президента, который будет облачен полным доверием народа Это будет лучше После выборов уже у нас будет как бы единая какая-то концепция Единое видение ситуации на международной арене И внутри нашего независимого Казахстана Предстоящие июньские выборы президента Казахстана позволят продолжить Планомерное продвижение стратегических задач, обозначенных Ельбаса Избранный народом глава государства выступит залогом стабильности и устойчивости Проводимых в стране социально-политических реформ Так считает представитель неправительственных организаций Павлодарской области Проведение внеочередных выборов даст возможность формированию новых взаимоотношений между народом и властью Об этом говорят представители гражданского сектора Алматинской области Казахстан выходит на новый виток развития Мы достаточно окрепли и достаточно себе заявили И поэтому то, что объявлены досрочные выборы президента в июне Это правильный, своевременный и логический такой шаг И он важен для всех Я думаю, что народ Казахстана примет активное участие Потому что даже народ уже сформировал свою определенную общественную позицию, мнение, активизировалось Согласно закону о выборах в Республике Казахстан Граждане страны, достигшие 18-летнего возраста Вне зависимости от происхождения социального, должностного и имущественного положения Обладают всеобщим избирательным правом В нашей стране действует прямое избирательное право при выборе президента Депутатов Мужелиса парламента и Маслихатов А также членов иного органа местного самоуправления Голосование на таких выборах является тайным, исключающим возможность контроля за волеизвелением избирателей В Казахстане за выборами президента страны могут наблюдать представители политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций А также наблюдатели иностранных, государственных и международных организаций Представители иностранных средств массовой информации Предстоящие июньские выборы в Казахстане широко обсуждается и за рубежом В числе тех, кто следит за политической обстановкой в нашей стране Глава международной компании, которая инвестировала в казахстанскую экономику 300 миллионов долларов Построив завод по производству цемента По мнению инвестора, Казахстан представляет большой интерес для вложений Их приток после проведения выборов только увеличится Для такой группы, как наша, которая инвестировала в Казахстан серьезные деньги Очень важно иметь долгосрочное видение с перспективой политической стабильности в стране От этого зависит и экономическая стабильность Был вопрос транзита власти в Казахстане И мы получили ответ, который очень прост, ясен и очень смел Он успокаивает деловую общественность Франции Проведение внеочередных президентских выборов Необходимый шаг для поступательного достижения стратегической цели Казахстана Вхождение в тридцатку передовых стран мира Такое мнение высказал руководитель армянского филиала Института стран СНГ Он также уверен в том, что страна останется приверженцем стабильного курса развития заложенного Ельбаса Основы государственности, основы видения развития Казахстана были заложены именно в тот период И новый глава государства будет работать и будет функционировать Будет осуществлять программу развития с учетом тех положений и тех позиций, которые были наработаны до этого Вся деятельность будет направлена именно на достижение стабильного устойчивого развития страны Как с экономической точки зрения, так и с точки зрения политической стабильности, которая Казахстан всегда отличался Обеспечение устойчивого развития и повышение благосостояния населения Одни из ведущих приоритетов в экономической политике Казахстана Растущий класс частных предпринимателей играет важную роль в росте экономики За последние 4 года реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Из республиканского бюджета на поддержку предпринимателей выделено 210 миллиардов тенге Профинансировано создание 13 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса В среднем ежегодно обучение проходили 20 тысяч предпринимателей В результате принимаемых мер создано 10 тысяч рабочих мест Произведено продукция на 3 триллиона тенге А ежегодная сумма уплачиваемых налогов составила 175 миллиардов тенге В Брюсселе предлагают создать региональную торговую палату Евросоюза и Европейско-Центрально-Азиатский аналитический центр В прошлом году ЕС представил стратегию взаимосвязанности Европы и Азии Партнерство может развиваться по двум основным направлениям Тесные взаимоотношения Казахстана и ЕС год от года становятся крепче, а сотрудничество развивается все больше Вы знаете, что между сторонами было подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Оно демонстрирует, какие тесные отношения с Евросоюзом может развивать эта крупнейшая страна Центральной Азии И как еще больше сотрудничать во многих сферах, таких как торговля, развитие энергетики и во многих других В Актюбинской области планируют открыть маслоэкстрационный завод Стоимость проекта 2 миллиарда тенге 790 миллионов инвесторов взяли у государства под 8% годовых на 10 лет Сырье будут закупать у местных поставщиков В год планируется перерабатывать до 45 тысяч тонн маслячных культур На предприятии будут выпускать 150 тонн подсолнечного масла в сутки Из пяти цехов пока работают два Сейчас на предприятии создано 70 рабочих мест На полную мощность завод выйдет ближе к осени В планах компании наращивать экспортный потенциал Уже ведутся переговоры со странами ближнего зарубежья Продукцию будут вывозить в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан Уже мы предоставляем для рынка определенный продукт То есть это сырое масло и шрот подсолнечный 15% внутренний рынок, 85% это экспорт будет К событиям в мире два мощных взрыва прогремели в сирийской Ираке Погибли как минимум 13 человек, в том числе военные и полицейские По сообщениям местных СМИ, на одной из центральных улиц города сначала взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль После чего сдетонировала бомба Террористы из Тегил захватили Ираку в 2014 году С тех пор город считался главным городом боевиков Два года назад сирийская армия его освободила Ранее военные заявили, что окончательно победили Тегил Тем не менее, ее боевики продолжают теракты В Нью-Йорке из-за вспышки кори объявлено чрезвычайное положение Местные власти предписали жителям, не имеющим прививки, срочно пройти вакцинацию Иначе им грозит штраф Это вспышка кори, крупнейшая с 1991 года Первые случаи начали регистрировать еще осенью прошлого года Диадему Фаберже выставят на торги аукционный дом Кристис Украшение сделано из аквамаринов и бриллиантов Его предварительная цена – 340 тысяч долларов Тиара была создана сто с лишним лет назад В качестве свадебного подарка от русского генерала Фридриха Франциска IV Принцессе Александре Ганноверской Изделие будет представлено на аукционе в Женеве 15 мая И уже сейчас отнесено экспертами к разряду редких и уникальных Ну а далее вашему вниманию прогноз погоды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова